Здравствуйте! Меня зовут Ева Лекцер. Рада всех видеть на своем канале. В текущем видео будем делать расклад, каковы мотивы партнера в отношении меня на текущий момент и каков его будет последующий шаг. Работать будем сегодня с колодой Санта-Муэрты, Тороса и Той Смерти. Так. По традиции вы, как всегда, настраивайтесь на себя, на своего партнера, проговаривайте ваши имена, ваши даты рождения. Повторюсь, расклад универсальный, а то мужчины начинают писать, почему вы только озвучиваете для женщин. Я озвучиваю не только для женщин, но так как основная часть аудитории смотрящих все-таки женщины, поэтому чаще всего озвучиваю именно в этом формате. Вы просто, скажем так, проецируете ситуацию на себя. Итак, всего у нас будет 8 вариантов. Как всегда, вы должны выбрать либо цифру от 1 до 8, либо ту стопку карт, которая визуально будет на вас смотреть. Итак, выдаем картам запрос. Каковы мотивы партнера в отношении вас? И каков его следующий шаг в отношении вас? Итак, первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Пятый. Седьмой. И восьмой вариант. Итак, давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Каковы мотивы партнера в отношении вас? Ну, перевернутый аркан башни здесь четко указывает на ситуацию, о том, что вы на текущий момент либо в ссоре, либо отношения в целом разорваны, или же крайне натянуты. Потому что, как правило, данная карта указывает на попытки восстановить что-то на пепелище. Вот видите, много путей, много лазек, желания каким-то образом найти выход, найти какую-то коммуникацию, но человек либо пока не понимает, для чего ему это нужно, либо пока не знает, как ему это сделать. Каковы будут последующие шаги партнера в отношении вас? Ну, здесь карта четко показывает выход из состояния одиночества, все-таки попытку найти с вами какой-то контакт, какое-то взаимодействие. Только на текущий момент партнер не знает, как это сделать и когда это сделать. Но таковые мысли и планы в отношении вас у него однозначно есть. Так, для тех, кто выбрал второй вариант. Каковы мотивы в отношении вас? Ну, это сама по себе ситуация, тайна становится явным. Либо здесь плывет какая-то информация, которая прольет свет на ваши отношения, да, несет какие-то коррективы. Либо же здесь могу сказать, вы в роли, например, любовницы, формат тайной неафишируемой связи, но которая стала, да, общедоступна, скажем так, всем окружающим. И человек это не совсем порадовало. Каковы его планы в отношении вас и в ближайшие шаги? По перевернутой тройке Пентакли, ну, я скажу так, человек либо не желает развивать эту связь по ряду причин и проблем, да, как я говорю именно с бывшей информацией, либо же в целом это ситуация потребительского отношения. И отношения здесь и сейчас, поскольку, поскольку, без планов и перспектив на будущее. Потому что здесь человек у себя не видит цели, не видит мотива. Стоит ли ему вкладываться в эти отношения. Для тех, кто выбрал третий вариант. Его мотивы в отношении вас, ну, знаете, по этой карте, как я говорю, хождение по трупам. Но по факту это желание идти на пролом, несмотря ни на что. На пролом либо в плане, скажем так, выяснения взаимоотношений, либо в целом ситуации ухода. Пятерка Пентакли. Здесь аркан неоднозначный, его необходимо здесь уточнять. Поэтому давайте сразу посмотрим его дальнейшие действия в отношении вас. Но я могу сказать вам так. Это, знаете, ситуация ухода от вас. Причем ухода такого болезненного. То есть мужчина вас здесь может душевно обидеть и словесно очень сильно ранить. Потому что по этой карте, это, знаете, такая карта воинственной женщины, которая держит оборону и хранит такую вот тяжкую обиду. Вот именно из-за поступка мужчины. Потому что мужчина не захотел над отношениями поработать, проработать какие-то трудности, а просто, скажем так, ушел в небытие, справляясь с этими трудностями, мол, сама. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Так, ну здесь по ситуации либо просто сам по себе практицизм в отношениях, это отношения, знаете, как я говорю, двух сожидателей под одной крышей, либо в целом, ну, вы как-то слишком выпрелились друг к другу. Потому что перевернутая двойка Пентакли именно в этой колоде указывают на ситуацию совместного там проживания, либо в целом союза с позиции зоны комфорта, либо каких-то материальных благ. То есть ситуация расчета и потребительства. Но не более того. Каковы действия вашего партнера в отношении вас? По карте маг. Отношения развивать в удобном для него русле, четко вами манипулировать, вас контролировать, скажем так, дергать за уздечки, потому что здесь он ведущий в этих отношениях и четко понимает, как эту ситуацию развивать. Развивать так, чтобы было удобно ему. В первую очередь здесь человек преследует свою зону комфорта. Так. Далее. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Его мотивы. Ну, по перевернутому аркана сила, либо это отношения, которые уже тянутся по инерции, просто, знаете, по сути, по привычке. Потому что здесь идет спад накала страстей, спад эмоций, спад сексуального влечения. Либо человек просто отношения пускает на самотек, потому что не понимает, для чего они ему нужны, либо в целом, что здесь необходимо предпринять. Каков будет его следующий шаг в отношении вас? Ну, понимаете, по рыцарю Пентакли, это медленно, но верно. То есть человек слишком много все взвешивает, обдумывает, он не понимает, что ему делать, куда ему двигаться, в каком направлении. Хотя в целом, это такой, знаете, как рыцарь Пентакли, товарищ долго думающий, долго идущий на подъем. Но если он что-то решит, от своего решения он не отступит. Поэтому ваша задача в этом союзе, если мужчина для вас дорог, либо партнерша для вас дорога, показать ему себя во всей красе, чтобы впечатлить товарища, и у него были мотивы развивать на своем отношении с вами. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Так, мотивы. Но здесь ситуация эгоизма налицо, в отношениях в принципе все хорошо, но человек здесь четко пытается вас поднять от себя, потому что, во-первых, у него это получается, во-вторых, перевернутое солнце, это могут быть отношения, обложенные на потом, по ряду причин, либо обстоятельств, потому что перевернутое солнце, это всегда сама по себе ситуация, реализация планов, но в более отдаленной перспективе. И его шаги в отношении вас, здесь у нас падает перевернутая восьмерка мечей, Прошу меня простить. Скажем так, человек сейчас не может с вами развивать отношения по ряду причин и обстоятельств, сама по себе ситуация против него, он пытается его преодолеть, пытается из него выйти, но пока у него не получается. Поэтому на загаданный вами период это просто будет ситуация паузы в ваших отношениях. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Так, ну что, здесь ситуация ухода, это ситуация отчаяния, либо разочарования, то есть однозначно разорванные отношения, ситуация сожаления, ситуация депрессии. То есть это то, что происходит на текущий момент. Каковы шаги и намерения мужчины в отношении вас? Ну, тут эмоции просто через край, посмотрите, ситуация депрессии, это вот просто вернись ко мне, я все прощу. Пусть губков, это карта примирения, это желание восстановления отношений, это желание напомнить свое сердце, свою душу эмоциями, это в целом сама по себе ситуация, когда просто настолько все зашкаливает, эмоции кипят, бурлят, и человек не знает, что с этим делать. Но в отношении вас он однозначно будет делать шаги навстречу. В этом можете не сомневаться. И для тех, кто выбрал восьмой вариант. Итак, мотивы человека в отношении вас. В восьмерке жезлов, ситуация страсти, накала страстей, отношения развиваются бурно, стремительно. Как правило, по этой карте вы либо находитесь на расстоянии, либо в большей степени поддерживаете отношения посредством созвонов, либо переписки. Потому что очень часто это карта в целом соцсетей, общение в таком контексте, интернет общения, да, либо созвонов. То есть, в мотивах человека, то есть, идет желание отношения с вами вывести на какой-то уровень. А каков этот уровень? По перевернутой девятке кубков, но я вам скажу честно, не знаю, какова у вас ситуация, но проигрывается здесь так, секс без обязательств. Потому что этот аркан указывает на ситуацию походов налево для приятного времяпрепровождения. Вот так. К сожалению, и не более того. Ну, то есть, либо даже с этой перепиской в соцсетях, то именно с целью удовлетворения своих каких-то потребностей. Плюс самоутверждение за вас счет. Ну, интимная переписка, ну, все в таком контексте. Вот таким у нас вышел расклад. Буду вам признательна за вашу обратную связь, за ваши комментарии. Пишите, как у вас проигрываются мои расклады или не проигрываются. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok